Думаем сразу выйдем, забьем там, поведем в счете и потом только во втором периоде начинаем просыпаться. Капитан нас заведет, тренер заведет и все. Потом начинаем дальше идти в бой. Для команды прошла хорошая игра, боевая. Реализовали свои моменты. Не все, конечно, но реализовали. Только будем настраиваться на победу, с хорошим настроем. Работать, работать. Ну, мы изначально выходили с хорошим настроем. Видно было, хорошая была самоотдача. Хотели победить. Первый, второй период достойно отыграли. В третьем периоде, не знаю, не пошла она. Моменты свои не забивали, были хорошие моменты, но шайба не катилась в вороты, а в наши ворота все залетало. И так бесхарактерно проиграли. И в первую очередь хочу извиниться перед болельщиками за такую игру. Это ужасно просто. Я думаю, нужно работать над большинством, над реализацией моментов и в обороне поработать, чтобы плотнее играть и так много не пропускать голов. С первой игры, если взять, провал у нас второго периода был. Пропустили шесть голов. Ну, можно сказать, такую заключительную роль она сыграла в первой игре. Во второй игре провал третьего периода. То же самое, напускали. Шесть я уже со счета сбился. Очень-таки много. Счета большие. В первом периоде во второй игре не забили свои моменты. Были, инициатива была наша. Это просто. Каждый период не похож друг на друга. Выходит совсем другая команда. Выходит, первый период играет. Второй может выйти. Такое ощущение, просто подменили. У меня просто комментариев нет. Очень отвратительный выезд, бесхарактерный. Я не знаю, как они хотят так играть в этот хоккей. И как они видят себя хоккеистами с такими играми. Ну, у меня комментариев нет. Реально. Все по себе. Я не знаю даже, в чем проблема. Хотя все это и говорится всегда, что нельзя недо настраиваться на соперника. Несмотря ни на что, что они находятся внизу турнировной таблицы, ребята выходят. Ребята с желанием бьются, стараются. Отсюда вчера первый период провальный. Счет 0-1 после первого. Во втором мы более-менее инициативу перехватили. Отсюда столько голов много забили. Начали комбинировать. Двигаться. То есть движение очень много зависит. Ну и довели игру до победы. По сегодня так же все. Первый период провалили. Соперник доминировал. Много опасных моментов могли. И они решать сегодня в первом периоде исход матча. Во втором игра более равная такая, скажем. Нам удалось забить гол. Они не смогли почему-то. В третьем уже как-то много. Так получилось, наверное, уже. Может быть подустали ребята у них опять же до этого. Игры с Борисом были. Тоже хороший соперник. И тяжело играть против такого соперника. Может силы у кого закончились. Не знаю. А у нас соперников хочу поблагодарить. За игры боевые. Ребята бились. Насколько могут. Они себя показали, проявили. Да нет. У нас подстраиваться-то мы не можем подстраиваться. То есть мы до третьего места не догоняем. Даже с учетом того, что мы выигрываем все игры. Как бы можем, да, где-то пятое место занять где-то. Ну, если соперник, соответственно, выигрывать будет. Но пока вот четвертое место это, наверное, как бы. Пока наше место это. К этому все идет. Сейчас регулярный чемпионат. Понятно, что нужно играть постоянно. Но плей-офф, другие игры, соответственно, другие матчи там. И одна ошибка может стоить очень дорого. Поэтому постоянно, да, разговариваем. Завтра отдохнем. Потом два дня поработаем. У нас Мунайши. После Мунайши будет небольшой перерыв. Соответственно, дадим ребятам какую-то нагрузку немножко. Ну, что перед ПЛФ, потому что тяжело будет. Ну, и плюс поработаем. Схемы какие-то поотрабатываем. Потому что где-то какие-то схемы отпускаешь. Какие-то новые даешь. Те, которые давал до этого, отпустил. Они перестают их делать. То есть это все надо постоянно повторять, повторять, повторять. Продолжение следует...